Прислушиваясь к звукам за дверьми, вновь и вновь волонтёры штурмуют дома в планировочном районе. Вот уже девятый день, а местонахождение Юлии Карповой ничего не известно. Женщина пропала ночью по дороге от друзей к себе домой. Уже со следующего дня откликнулись неравнодушные и начали поиски. Ходят слухи, что якобы нашли вещи пропавшей. Но волонтёры говорят, это неправда. Была обследована территория Доглезаводска, но поиски сейчас сосредоточены в районе города. Обратились даже к экстрасенсу. По его словам, искать надо в доме в планировочном районе. Там якобы Юлию удерживают. Если этот человек сейчас смотрит эту передачу, пускай лучше идёт с явкой с повинной, просто отпустит её, пусть даже не в черте пределов Южно-Сахалинска. Пускай лучше пусть она будет живая, потому что в дальнейшем мы за себя уже будем не отвечать. Мы хотим даже в это верить, что она ещё живая. На каждом магазине планировочного района висит ориентировка. Местный житель говорит, жить тут стало страшно. Пришла пьяная женщина, Натали. И у нас там померла. А я, прежде всего, когда приехал, вот у Юрия Михайловича жил на квартире. Она пришла пьяно, я сейчас никак с дочерью дралась, а мы троярпили. А Юра вчера пьяный был, где я жил. Пьяный сигаретку бросил и сгорел. Примерно вот так и рождаются слухи и сплетни про маньяков и убийц. Цепочка началась с пропажи Юлии Карповой. Потом, ровно через неделю, в русле реки Рогатки нашли труп 32-летней женщины. Паникеры говорили, нашли Юлию, но это была не она. Как установила экспертиза, женщину задушили. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». А 20 апреля в Новоалександровске, недалеко от дома, где проживала Юлия, в квартире нашли повешенную 25-летнюю местную жительницу. В ходе осмотра места происшествия установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством. На телефоны местных жителей приходит рассылка, якобы информация от работников правоохранительных органов. Присылает фото мужчины и пишет, что он ходит по квартирам, предлагает дешевую посуду, а потом убивает и грабит. Еще одного мужчину в ногликах нарекли душевно больным местные жители. Девушки, проявите осторожность, бьют тревогу сахалинцы. Эти факты плюс домыслы сделали свое дело. И сейчас в Новоалександровске накал страстей растет. Люди связали события последних дней воедино и пришли к выводу – в городе орудует маньяк. Конечно, есть опасения. Я теперь на улицу вообще не выхожу в позднее время. Да даже днем одна как-то не по себе выходить одной. Только вот с подружками. Встречаю, провожаю. Переживаю. Сама теперь поздно не выхожу. Сказали, вечером не ходить. Да, вот вечером я всегда с фонариком хожу. Еще когда я на дополнительные занятия поздно хожу, меня мама постоянно на машине забирает. Просто очень страшно. Не знаю, люди с ума сходят в последнее время. Ну, теперь уже страшно. Да, очень даже. Да у нас, знаете, много кто чего говорит. Про маньяка в основном. Ну, в основном ссылается вот на приезжих граждан. Думают, что они. Да, все думают, что они. Есть ли связь между этими событиями или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам. А вот осторожность, ну не паника в целях самосохранения каждому сахалинцу уж точно не помешает.